Добрый день, уважаемые трейдер-инвесторы. Сегодня 7 февраля, вторник. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании InstaForex, логотип которой мокрыми отчасти глазами вы наблюдаете у меня за спиной на ежедневной основе. Сегодня, сегодня все ждут выступления Паула, который выйдет вечером в нестандартное время. Ну и также меня сейчас интересует нефть, потому что Saudi Aramco подняла цены на нефть для своих покупателей в Азии на фоне землетрясения в Турции, остановки, прокачки нефти через эту страну. Давайте обсудим эти и другие идеи на графике. Поехали! Итак, начнем с золота, как обычно. Золото после мощного обвала стоит и не шевелится. Значит, что у нас будет сегодня? Сегодня выйдет Паула из тумана, вынят свои бумажульки из кармана и будет рассказывать, что он будет думать по... или что он думает насчет увеличения безработицы в Соединенных до сих пор еще Штатах Америки. Очень странное время у него здесь запланировано. 20.40. 20.40. Крайне-крайне необычная история. Возможно, это не то время, когда выйдет Паула из тумана. В любом случае, вы должны вечером держать в напряжении свои трейдерские булочки, потому что Паула может выйти в любой момент. Кстати, у кого есть ссылочка на прямую трансляцию его, можете поделиться в комментариях под этим видео. Итак, напоминаю, что вот это движение, которое слегка обвалило золото, да и многие другие инструменты, которые связаны с укреплением американского доллара, которые в свою очередь связаны с увеличением числа безработных в США, рост безработицы неожиданно, неожиданно. Все ждут теперь Паула, что он скажет по этому поводу. И, по идее, он должен всех обрадовать сегодня. Что может произойти... ну, не то, что может произойти. Как на этом заработать? В золоте я пока не вижу, как это можно реализовать. Да, у нас было два дня мощного падения. Да, мы перекрыли практически весь рост января. Вот, но, в принципе, на этом и все. С точки зрения охоты за стопами, здесь я не вижу пока возможности нам подзаработать. Четвертый это инфрейм, тоже ни о чем. Пока я вижу, что золотишко пытается спрятаться в треугольнике. Ну, вот, и накапливает, накапливает, собственно, пройду нишек в этой зоне. Вот, они сейчас будут стопиться за лоя и за вот эту коррекцию. Я думаю, их вынесет и тех, и других сегодня. Но запаса хода, конечно, маловато. Поэтому я бы пока пропустил этот инструмент. Напоминаю, что золото очень удобно торговать именно на аж четвертом таймфрейме. И не по сломам, а по ложным пробоям в тенденциях. То есть, когда появляется тенденция, подлавливайте ложные пробойчики и прыгайте в эти золотые паровозики. Евро-доллар. Та же самая история. Еврик сегодня героически обновил. Вернее, опять переписал свой минимум. Вот, и возможно, возможно, отсюда может пойти отскок, потому что мы влетели прямо в классический уровень поддержки, который раньше был с сопротивлением. Ну, знаете, да, эти сказки про уровни, которые должны работать. Вот, в принципе, все, что мы планировали, отработалось. Ну, я имею в виду и первые цели, вот эти, на которых я фиксился. Вот здесь и вот эта цель отработала, и даже вот эта, вот эта вот, да, тоже отработала. Все пробилось. Возможно, пойдут фиксы, и мы, ну, перепишем вот этот, вот этот корректосик легенький. И по большому счету все. Все. Многие могут сказать, а как же пресловутый уровень 1.04.400, за которым мы пытались охотиться 300 лет тому назад, как пела черепаха Тортилов в фильме Буратино. Место классное, мы можем сюда прийти, если Павел будет сегодня жестким парнем. Вот, но, говорится, можем прийти, а можем не прийти. И наша задача-то на самом деле не гадать на кофейной гуще, а искать возможности заходов с объективными рисками. И сейчас вот ни на покупку, ни на продажу, ну, за исключением только вот этой коррекции ланговой, по вот этим стопам я пока ничего не вижу. Поэтому я выжидаю, занимаю такую выжидательную позицию или, как говорят трейдунишки, сижу на заборе. На заборе. Поэтому забор пока покидать не собираюсь. Возможно, я сегодня буду гоняться за Павлом в момент его выступления. Я рассказывал, да, что есть очень любопытная стратегия на мелких таймфреймах при торговле, допустим, нонок, либо фомок. Вот, где можно опираться на рыночные тенденции именно в момент выступления таких вот чудаков типа Павла. Возможно, мы сегодня с ребятами посмотрим, что можно поторговать в чате. У нас есть такая возможность. Как-то среднесрочно планировать я здесь не буду. Пока сигналов нет. Фунтик также обвалился. Ничего пока не меняется. Пока все это не разворотная история, чтобы нам запрыгнуть. Кто верит в различные сломы по блокам, у фунта есть вот здесь вот сломчик. Возможно, он отсюда может отскочить. Посмотрите внимательно. 1.19.45. Доллар иена. Доллар иена, как я и обещал, все-таки сломила свою вот эту шартовую историю. Вот, дала ланговый импульс. Вот, жалко, что у иены нет каких-то площадок таких ближних, чтобы ей подрасти. Импульс есть. Вот, возможно, возможно, мы еще подкорректосимся сегодня и в момент выступления Павла. Если Павел будет твердым, а не твердо-мягким, как всегда, может зародиться трешечка вот так вот. Вот, может такое пройти. Я не буду прям кидаться за эту идею. Вот, но если поставить Фибоначчи вот на вот этот импульс, то вполне себе может вот от полтосика реализоваться даже до 161 Фибы. Например, почему бы нет? Вот, обратите свое трейдерское внимание на этот инструмент. Доллар-франк. Доллар-франк позолотил наши жадные трейдерские ручонки своими отскоками. Вот, не дает никак набрать хороших позиций. Ну, вот, ну, может так лучше. Мы на одном инструменте пощипываем сеточки, на другом там сидим, пересиживаем и так далее. По большому счету нормально. Напоминаю, что с доллар-франка и дальше по всем красам у нас система анализа и система торговли, сеточный метод торговли. Что хочу увидеть по доллар-франку. Если инструмент будет переписывать снова минимум текущего года, я буду его продолжать набирать дружной сеткой лимитных покупок, шагом не менее 500 пунктов по пятому знаку. Канадец-франк. Канадец-франк пытается восстанавливаться. Дай бог ему здоровья. Здоровья тем, кто торгует его на бисвоповых счетах через мою партнерскую ссылку с Инстафорекс. Честный бисвоп. Не то, что там две недели, неделя. Бессрочный бисвоп. Это уникальная ситуация, друзья. Сеточники. Расскажите всем сеточникам в мире, что такие условия есть в Инстафорекс и они скажут вам спасибо. Так, поэтому что тем, кто набрал, ждем. Третий месяц мы сидим. Раз, два, не, четвертый, да, получается. Ну ничего, хороший опыт для того, чтобы было с чем сравнить. Ждем, когда инструмент подрастет. Надеюсь, это может произойти на укреплении канадского доллара. На канадский доллар он очень часто растет и коррелируется именно с американским долларом, как произошло, к примеру, на нонфармах. Вы это прекрасно видели. Канадец иена пока спит в своем диапазоне. Меня интересуют цены ниже минимума текущего года, вот, с шагом не менее тысячи. То есть там, где есть иена, там, где есть евро в красах, шаг тысяча. Все остальное работаем с шагом 500 пунктов по пятому знаку. Кто знает, что такое пятый знак, поставьте, напишите под этим видео ваше мнение. Франкина, та же самая история. Здесь уровень почетче, чем у канадца иены. Вот, ранк прям здесь уровень хороший. Поэтому здесь можно подлавливать. Либо, если порекс боги дадут, ну вот, то будем ловить его сверху вот здесь. То есть, торговая система, сеточный цирюльник. Срезаем вершки с месячных экстремов. Так, ауди кат. Ауди кат после героического обновления вершины 22 года пытается восстановиться. Если так пойдет дальше, то у нас появится снова новая возможность набрать его в шарты выше хая текущего года. Это будет прям подарок судьбы. Не пропустите это событие. Задекат сдувается. Сдувается. И обратите внимание, если натянуть расширение покойного Фибоначчи, то инструмент сейчас стоит ниже полтинника. Это значит, что сетка по Задекат сейчас у вас должна быть в плюсе. Да, друзья мои, такое может быть, представьте себе. Но вы этот плюс не видите, потому что у вас, скорее всего, много открытой позиции. Если вы поставите индикатор Profit Line, то вы увидите эту среднюю позицию в виде такой красной полосочки на графике. Или синей, я его не помню. Я говорил о том, что здесь два пути. Если вам нужна маржа, можете скинуться в ноль. Если вас терзают смутные сомнения, можете скинуться в небольшой плюс при пробое вот этого экстремума. Вот здесь. Закрыть все позиции. Но если вы амбициозный тридуненок, то вы можете дождаться теста зеркала и тут закрыть все свои шорты с прибылью, которую, собственно, и закладывали. И ожидали от этого инструмента. Новозеландец Франк корректируется. Вот зона интересов, показанная на графике, синими. Я надеюсь, вы их видите прямоугольниками. Audi NZD тоже подрастает, но в этом диапазоне меня он не интересует. Только в зоне синих прямоугольников мы будем раскидывать дружные сетки лимитных покупок снизу и продаж сверху с шагом не менее 500 пунктов по пятому знаку. Итак, пришли мы к нефти. Есть пару хороших новостей по нефти. С технической точки зрения мы ложно пробили минимум серьезный декабрьский, начало января. С другой стороны, печальное событие землетрясения в Турции и нарушение работы нефтяных сетей, как бы это странно не было, но в кассу именно увеличение цен на нефть. И с другой стороны, то есть эти перебои с поставками могут вызвать каковременный всплеск. Saudi Aramco сегодня объявила о том, что поднимает цены для азиатских покупателей. И у нас есть небольшой слом на 4 и можно поиграть вот в такую трешку. Ложный пробой, здесь небольшой слом. Собственно, цена вопроса 2 доллара и 9 долларов профита. Вполне может такая вот история бахнуть. Поэтому обратите свое трейдерское внимание на это событие. Бетховен у нас пытается корректироваться. Кстати, обратите внимание, сколько здесь стопов стоит сейчас покупателей. Я думаю, их скинут. Если сегодня Пауэлл будет ястребом, вот бакс укрепится и наклонит Бетховена под низ. И мы под двадцатку можем искать лонговые сетапы для захода на более мелких таймфреймах. Дальше. Рубль мы смотрим чисто поржать. Ничего пока любопытного нет здесь. Американская фонда вчера вроде как подзакончила коррекцию, но все, что вы сейчас видите, это все флэт, потому что все ждут Пауэлла. И если он будет жестить, то фонда посыпется вниз. На самом деле, просто все ждут его реакции. Что он скажет по поводу роста безработицы существенного. Прям нифига себе какого-то существенного. Как было в пятницу. Просто все обалдели от того, что увидели на самом деле. Что нас еще интересует? Страшные кроссы типа Еврокада дают вам прям существенный плюсик, если вы по моим непутевым торговым идеям запрыгивали в шорты. Вот с перехая текущего года у вас должно быть уже 2650 пунктов. Надеюсь, вас это число радует. Что-то еще. Еврофранк тоже сыпется, но здесь он нас не интересует. Зона наших интересов по нему вот здесь. Особенно лая интересует, потому что он падает уже очень давно. Это недельный таймфрейм. Вот и стричь вершки здесь сам Бог велел по нему. Ну, а на дневках по большому счету все примерно так. Евро-Ауди тоже любопытный такой трендовичок. Вот ждем захвата границ. Здесь сколько? 7000, да. Вот здесь было бы интересно. В принципе, все. Все. Давайте посмотрим ответы на вопросы на YouTube-канале по вчерашнему видео. 675 просмотров. Меня уже никто не смотрит, потому что я поздно выкладываюсь. А поздно выкладываюсь, чтобы дать фору аналитикам ИнстаФорек, чтобы вы их тоже смотрели. Ну, а по правде я просто долго сплю. Николай Ким. Давно смотрю у вас замечательная стратегия. Скорейшие вам поправки здоровья. Спасибо. Не представляю трейды без мокрых отчасти глаз. Спасибо, Николай. Марина. Андрей Викторович, выздоравливайте, не болейте. И сделайте, пожалуйста, мастер-класс по индексам. Очень нужно. Давайте. Давайте. Хорошо. Павел. Андрей, скажи, пожалуйста, как вы определите слом на примере нефти в приближении? Более детально. Почему это слом, а не слом? Спасибо. Почему это слом, а не слом? Странно. Не знаю, как. Ну, давайте что-нибудь покажу. Я же в последнее время нефти много времени уделяю на АС-4. Как она? Как там? Что она творит? Что она творит? Сломы. Вот это наторговка и выход из нее. Вот. Вот падали. Структура. Тык-тык-тык-тык. Щелк-щелк. Потом бах. Выход через верх в данном случае. Хорошая инициатива. Закрепление. Тест. Ну, как обычный уровень поддержки сопротивления. Зеркальные уровни. Только на АС-4. Вот. Вы берете стоп за импульс. Либо всю эту плотность. Первый тег у вас на пробои. Один к одному получается. Но если у вас есть цели дальше, можно удерживать. Ну, здесь был тоже такой нормальный. Кстати, вынесло его. Нет, здесь похоря. Да, вынесло. Жаль. Но потом было подтверждение вот здесь. Вот. А, здесь не дошли. Но я говорил о том, что когда рынок падает, может не доходить. Падает рынок быстрее, чем растет. Вот здесь был слом тоже. На торговку. Падаем. Площадка внизу. Откат. Тест. И летим вниз. Ну, примерно так. Здесь тоже растем, растем, растем. Находим последний минимум. Пробиваем его. Тест. Падаем дальше. Ну, как-то так. Как-то так. Что еще показывать вам? Недавно вот я пропустил. Вот с этого пина можно было цепляться. Либо с этого. Вот это движение. Ну, вот сейчас меня вот это интересует. Ну, мне кажется, все просто. Так, Валентин. Спасибо за обзор. Будем ждать лонгов по евро. Золото. Выздоравливайте. Спасибо. Я, честно говоря, не жду пока ничего по евро и по золоту. Я жду... Вернее, я жду не лонгов, либо шортов. Я жду, когда маркетмейкеры обозначат зоны своих интересов. То есть, куда они... Где они остановят цену, чтобы там скопили стопы. Потому что сейчас идет фаза распределения. Мне эта фаза, честно говоря, как серпом. Потому что в этой фазе нет накопления. Это фаза распределения. Поэтому я просто пережидаю такие ситуации. И в трендах не участвую. Так. Андрей, здравствуйте. Говорит Кэт. Видео с прошлого четверга. Есть момент от SolAlt. Что вы показывали про новостную эстафету? Доставки выходили одна за другой. Где это можно найти? Посмотрите. Новостную эстафету. Когда ставки выходили одна за другой. Где это можно найти, посмотреть? Ну, это просто такой жаргон эстафета. Ну, вышли новости одна за одной. Где это можно посмотреть? В календаре может посмотреть. Где можно... Как это использовать? Ну, да, банки меняли ставки прям в один день по два раза. Что, как нам на этом заработать, не знаю. Мне понравилось, что ваш термин новостная эстафета, как в прошлую пятницу начало нонки, через полтора часа индексы долговой активности, может про эти эстафеты видео заснять. Внимание, нонки в пятницу. Почему изрядно пошатали кроссы? Почему так? Кроссы пошатали там, где есть канадский доллар. А канадский доллар очень неплохо коррелирует с долларом американским. Именно поэтому кроссы с канадой покачались. Вот так. Насчет эстафеты я бы немножко расширил это понятие. Не то, что там ставки одна за одной. Такие события будут очень редко. Новостная эстафета здоровая, когда... Когда, в принципе, новости выходят одна за одной. Там 16-30, потом 18, потом еще там, ну, довольно близко по времени. Соответственно, если эти новости коррелируют друг с другом, ну, допустим, там идет вся зеленочка, например, по баксу, может пойти большой тренд. Этот тренд пойдет не потому, что уровни поддержки сопротивления, а потому что просто все эти новости, они паровозят там в зеленку. Либо новости все красные. Но новости также, они могут и друг другу противоречить. Там выйдет одна новость зеленая, другая красная. Это все по одному инструменту с шагом там 2 часа, к примеру. Соответственно, это вызовет, скорее всего, флэт, а не тренд. Для меня эти новости, они просто как подтверждение. Допустим, в правильную сторону я стою, либо нет. Либо новости меня интересуют именно, допустим, если я жду захвата стопов, там, нахожусь в прибыльной или убыточной позиции, вот, и жду удара по стопам, там, где у меня стоит тейк-профит. То, как правило, именно в новостное время это и происходит, какой-нибудь одной минутной свечой. Такое часто бывает. Вот так я использую новости. Если это речь, то можно поиграть именно в речь, потому что, ну, через минуту-две уже понятно всем, в каком ключе, в мажорном либо минорном, будет эта речь для американского доллара. Ну, если мы говорим про различных американских говорунов. Примерно так. То есть, прям сказать, что там новостная эстафета это какой-то грааль, нет, просто такое явление, когда новости идут одна за одной. Ну, что там, что ставки одна за одной. И вот за мою практику такое случалось крайне редко на это ставить, либо разработать под эту стратегию я бы не стал. Они, в принципе, же все подняли и все, и сидят теперь, не жужжат. Тот самый человек. Спасибо за обзор, Андрей. Вы держите НЗДК? Да, держу. Поправляйте. Спасибо. Я дав освободить маржу, закрыться с минимальным, либо в ноль, перейти в другие инструменты. Ценный совет. Да, спасибо. Мне иногда надо закрывать позиции, если идет непонятка, либо флет. Можно так, можно так. Да. Да. Я дав по индексу доллара 105, внизу 103. Я индекс, честно говоря, я не знаю, кто торгует индекс доллара. Он настолько шумный товарищ. В него входит много инструментов. По одному вышли новости, по другому нет. Лучше специализироваться на чистых инструментах. Еврок отдал под заработать. Да. 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 Но он залетный. Здесь должна быть тысяча, как с кустами. Сергей Маркевич. В пятницу все кричало за укрепление доллара. Вытащил 200 пунктов по евро. Отлично. По иене, франк еще держу. По иене и франк еще держу 93. Знаю, торгуйте его сетками. Но в данном случае очень многообещающий недельный бар. Недельный бар после четкой подрезки снизу. Смотрите, Сергей, я вот между срок читаю, что вы поднавалили на укрепление американского доллара по трем инструментам. Это не очень правильно. Лучше выбрать что-то одно из них. Они все коррелируют через бакс. Просто если бы вы, к примеру, ошиблись, и вы бы потеряли по всем трем, и были бы весьма печальны по этому поводу. Поэтому лучше выбирайте что-то одно. Но я очень сомневаюсь, что если вы, конечно, распределили объемы между этими инструментами, тогда я жму вашу трейдерскую руку. Я, да. По евро согласен. Следующее сопротивление. Такие мысли. Сегодня статистика по канадцу. Обратите внимание. Ну, по канадцу, да. Так, спасибо. Подскажите, где дно у евро за эти 7 дней? Есть такая трейдерская пословица. Купи дно рынка, получи второе в подарок. Не пытайтесь поймать дно. Лучше дайте, дождитесь какой-то бычьего импульса и работать от него с отката. Ловить дно, либо вершину, самое бесполезное и очень дорогое занятие. Поверьте, моим седым трейдерским волосам, разбросанным по моему аналитическому телу в разных местах. Панч Боб. Забыл написать комментарий еще насчет пятницы. Торговые идеи ваши, как всегда, отрабатывают как надо. Последние два месяца торгую по вашим идеям. Заработал уже 50% счета. Круто. С какими просадками напишите. Как бы вам донат закинуть? Не думайте и не думайте о прямых трансляциях. Ох, трансляции. Я как-то... Тут вопрос даже не в том, думаю или нет. С какой целью трансляции? Потому что я довольно много трещу, отвечая на вопросы в мастер-классах. О чем мы можем трансляции делать? Просто трансляции делают для того, чтобы люди могли задавать вопросы. Либо, ну, допустим, собрать донаты. Этот YouTube канал, он не мой. Это канал ИнстаФорекс. Как они к донатам относятся? Я не знаю, честно говоря. С другой стороны, трансляции для того, чтобы онлайн общаться. Ну, с одной стороны, это будет качество. Естественно, не фонтан. Это раз. Ну, я имею в виду качество трансляции. Видеозвука. Во-вторых, все вопросы, которые вас мучают, вы можете задавать прямо здесь. Но я думаю, что после сегодняшнего обзора вот, боги ИнстаФорекс мне будут писать, что надо делать трансляции. Стричь дивиденды. Надо стричь дивиденды. Да. Напоминаю, дорогие друзья, что под каждым из моих видео с моим участием есть группа ссылок, с помощью которых вы можете с одной стороны перейти на сайт ИнстаФорекс, что непросто. Сейчас это вот открыть счет по партнерской программе. Прямо заходите сюда и попадаете на сайт ИнстаФорекс с актуальным доменом. Есть телеграм-чат, где мы общаемся по всем вопросам, в том числе и по моей партнерской программе. Есть закрытый трейдинг-чат, где мы торгуем. И туда попадают люди, которые открыли счета по моей партнерской ссылке и пополнили их от 500 долларов. И получили особые торговые условия, такие как счета без начисления свопов и счета с ультраспредами. Добро пожаловать в мою партнерскую группу, друзья. Напоминаю еще, что в понедельник, в понедельник вышел мой мастер-класс торговля нефтью по словам АС-4. Вот здесь уже его начали смотреть. Пишите комментарии, вот я буду на них отвечать. Так, ремикс, кстати, здесь спрашивала. Пытаемся брать недельное движение. Если выебит по стопу, то опять ждать недели удачи. Это торговая стратегия. Она идет как дополнение к вашим другим. Потому что инструментов много. Вы можете, если есть ситуация на нефти, вы не можете зайти. Если нет, то вы торгуете другие инструменты. То есть это такой бонус, нефтяной бонус, который вы можете периодически пользоваться. На этом у меня все. Понравилось видео ставьте лайк, пишите комментарии. И до встречи завтра утром на очередном обзоре для ИнстаФорекс. Всем пока.